Здравствуйте, уважаемые подписчики! И в сегодняшнем видео я начну говорить об интерфейсе USB. А именно, на примере вот такого вот контроллера, я буду рассказывать о создании USB Mass Storage Device, а именно о доступе к файловой системе, которая располагаться будет на микросхеме флеш-памяти, подключенной к процессору STM32F4. Контроллер этот, это не моя разработка, это наша дружественная компания предоставила, для того, чтобы мы написали на него программное обеспечение. Ну и вот попутно я использую его для того, чтобы сделать этот небольшой видеоролик и рассказать о интерфейсе USB. Что забавно, в процессе подготовки этого видеоролика и написания кода была обнаружена достаточно занимательная ошибка, и вот о ней тоже будет немножечко рассказано. Вот как пример того, что происходит иногда в жизни. Ну а для начала мне необходимо изготовить переходник, для того, чтобы подключить этот контроллер к моему программатору, и мы сейчас продолжим. Ну вот, прошло первое включение, магический белый дым из устройства не пошел, но можно попробовать дотянуться до него программатором и посмотреть. Ага, ну все, контроллер чистый, мы видим во всей его ячейке записаны значения FF. Все замечательно. Теперь остается запустить куб и, собственно, создать заготовку будущей программы. Итак, вот запущена последняя обновленная версия куба, и остается только нажать на доступ к выбору MCU для того, чтобы начать этот проект. Нажимаем. У нас открывается вот такое знакомое всем окошечко, и можем выбирать процессор. Так, а какой же это у меня сейчас? Я прошу прощения. STM32F401, RCT. RC, и вот он у нас остается T. У него 256 килобайт флеш-памяти, 64 рама. Начинаем новый проект. Угу, вот у нас наш процессор. Значит, в принципе, я хотел показать, что нам нужно, прежде всего, начать с отладочки. То есть, здесь мы включаем CL-wire. У нас не будет использоваться операционная система, ну, хотя бы на начальном этапе. Поэтому я здесь оставляю CSTIC как источник времени. RCC мы подключаем. У нас, да, у нас везде кристаллы стоят, впаянные на плату этого контроллера. И сразу, пока мы здесь. То есть, один кристалл, который LSE, он 32 килогерца. И 16 мегагерц мы поправляем кристалл, который отвечает за HSE. Теперь возвращаемся на закладку Pinout. И здесь начинаем дальше изменять. System Core. Мы все, что нам нужно было, мы сделали. Теперь нам надо подключение. У нас будет использоваться USB. Поэтому на режим Device Only, да, то есть мы создаем устройство, подключающееся к компьютеру. Здесь ничего не меняем, все остаем, наставляем по умолчанию. И второе. Мне нужен интерфейс SPI, потому что мне нужно будет взаимодействовать с микросхемой внешней флеш-памяти. Вот. Я сейчас, наверное, да, оставлю пока его пустым. И в дальнейшем внесу эти изменения. Ну и последнее. Так как все-таки мы создаем Mass Storage, нам необходимо будет настроить библиотеку USB. Какой класс? Выбираем класс. Ну, в данном случае вот. Какие-то изменения здесь можно не вносить. Device Descriptor. Это идентификатор производителя и идентификатор продукта. Пусть они остаются пока STM-овские. В принципе, их можно поменять, но для этого надо регистрировать свои. Эти вполне хорошо работают и могут использоваться. Единственное, что нам осталось сделать, это после того, как я подключил USB, необходимо будет проверить настройки. Ну да, так оно и есть. Вот. Автонастроечка сработала. У нас будет частота 16 МГц внутри процессора. Мы будем использовать. Ну и ее через PLL увеличивать для работы USB. Все. Больше нам можно здесь ничего не делать. Нажимаем Generate Code и получаем код. Давайте откроем Kale и посмотрим, что нам Kube сделал. Итак, вот был создан наш проект. Давайте его открывать. Будем себе тут настраивать. Так, нас интересует секция User. MainC. Давайте смотреть. Итак, нам уже сюда подключили USB-девайс к библиотеку. Ну, GPO нам нужны, потому что у нас альтернативная функция портов ввода-вывода. Больше мы ничего не делали. Итак, смотрим, что здесь нам вписал Kube в Main. Инициализируется библиотека Hull. Инициализируются кварцевые изонаторы. PLL. Все, что касается клокирования. Идет инициализация GPIO. Ну, давайте заглянем. А, нет, сейчас не получится. Надо вначале откомпилировать. Ну, и заодно посмотрим на ошибочки. Было что-нибудь, не было. Компиляция какое-то время. Поэтому я видео остановлю. Ну, вот. Код создан. 13 килобайт там с копейками. И теперь мы можем уже, пользуясь Keele, погулять немножечко. Итак, что происходит? Здесь только включается тактирование. Ну, и то спасибо. Хорошо. А здесь, вот здесь USB-девайс. О, здесь интереснее. Смотрите. Инициализируется интерфейс USB. Регистрируется класс. Отлично. Регистрируется хранилище. И запускается. То есть, по идее, все должно работать. Этого хватает. Обычно. Итак, давайте вернемся к main. Вот здесь нам куб вписал инициализацию, инициализацию и последнее инициализацию USB-устройства. Все. Основной цикл программы, он у нас пустой. Но он нам не нужен на самом деле. То есть, сейчас вот этого кода и подключенных библиотек достаточно для того, чтобы на физическом уровне проинициализировать и запустить устройство USB. То есть, мы можем на полном серьезе откомпилировать код. Что давайте сейчас и сделаем. Есть. Вот он без ошибок откомпилировался. Залить его в микроконтроллер и выполнить. Что мы должны получить. Ну, так как у нас устройство проинициализируется, должно возникнуть у нас USB-устройство, диск. Соответственно, но мы ведь с вами не вписывали никаких функций работы с этим диском. Получение информации, отправки информации. То есть, соответственно, у нас диск будет или поврежден, или еще что-нибудь в этом духе. Ну, давайте мы это и сделаем. То есть, ну, я эту операцию как бы делал уже много раз на различных контроллерах. Давайте вот здесь посмотрим, что получится на самом деле. Заливаем код. Угу, заливается. Ну, и мне сейчас надо будет на контроллер подать питание и посмотреть. Ну, вот таким ужасным образом это выглядит. Значит, у нас здесь подключен USB. Горит светодиод, свидетельствует о том, что подано внешнее питание. Это у нас интерфейс программатора. То есть, все, у нас все запущено. А на компьютере все грустней. Новых дисков у нас не появилось. И если мы смотрим вот сюда в компьютер менеджмент, то мы видим неизвестное устройство. Оно то таким появляется, то появляется как масс-сторедж устройство. Но в любом случае, устройство доложило о проблеме. Или вот если его потыкать несколько раз, то вот оно вообще не появляется. Я его сейчас переткнул, но воткнул заново. Вот странная вещь. Ага, что-то. О, во, опять появилось. Да, видите? Ну вот, потому что и порт о проблеме. То есть, с устройством проблемы. Один раз, я тут тыкал его достаточно долго, этот контроллер. У меня появилась USB Mass Storage Device. Никакого STM Edge не шла. Значит, и оно показывало, что устройство остановлено, работать не может и так далее. Ну вот, я даже взял USB DView. Для того, чтобы можно было посмотреть. Сейчас мы подключим это устройство еще раз. Ну да, ничего тут нового пока не появилось. Может быть, сейчас Windows попробует. Я уже разъем воткнул. Может быть, сейчас какое-то подключение пройдет. Ну то есть, устройство не работает. Устройство в ошибке. И вот, честно говоря, у меня, вот, я пользовал эту библиотеку не один раз. На различных процессорах. И на, вот, о, появился, смотрите, да, устройство. Неизвестно, что это. Неизвестно, как оно здесь возникло. Но видео, ладно. Это еще, давайте подождем пока. Да, integrated webcam, это от моего компьютера. А, значит, вот второе, вот оно, неизвестное устройство. Вот так. Ну то есть, вот, значит, что? Вот это устройство, да? Да, смотрите, ни видов, ни пидов, ничего нам не отдали. Ну, возможно, что тут вариантов может быть много. Может быть, еще что-то у нас сейчас появится в процессе перетыкания устройства. Но я вот не буду отвлекаться от рассказа. То есть, я создавал USB-устройство на многих процессорах S-T-M-овских. И никогда проблем никаких не было. И вот здесь я тоже не ожидал, честно, проблемы. Я уже стал даже грешить на контроллер. Я неспроста сказал, что не моя разработка. Ну, мало ли, что там люди могли сделать, что они могли натворить в схемотехнике. Но нет, ничего, значит, мне не помогало. И я сегодня уже, вот я честно вам даже сознаюсь, это не я нашел, где это ошибка. И что за ошибка. Уже я сегодня попросил своего руководителя, ну, давайте вот свежим взглядом посмотрите, может быть, вы. Вот. И человек, конечно, гораздо более вдумчивый, чем я. Он потратил несколько часов своего времени и нашел ошибочку. Давайте уж я тогда буду открывать карты. А хотя нет, давайте сделаем по-другому. Вот если кто-то догадался, вот прям поставьте видео на паузу и напишите вот в комментариях, где по вашему мнению. Я открою честно. То есть, все в порядке с библиотекой HAL. Все в порядке с библиотекой USB. То есть, вот ваше предположение самое смелое. Где, может быть, порылась эта собака? Чтобы вот я тоже не выглядел плохо, я тоже не догадался. Первоначальное было предположение, что что-то не так с библиотекой USB-девайс. Но это не так. Мы стали отлаживать это устройство. И в процессе отладки заметили некоторые косяки. То есть, ну вот странно себя некоторые функции вели. Тогда мы открыли вот файлик с информацией линковщика. Его создает линковщик РМовский. И стали смотреть, что здесь. Ну тоже, вот в принципе, при первом прочтении, все нормально. Линковщик свое отработал. Линковщик собрал. Ну, на самом деле, вот честно скажу, библиотека USB-девайс-лайберри действительно немножечко изменилась. И теперь она требует большее количество стека. Потому что там добавилось безумное количество, как это любит наш любимый STM. Рекурсивных вызовов и так далее и тому подобное. То есть, к чему я? Необходимо было открыть файл S. И в файле S, вот я сейчас это и сделаю, увеличить и размер кучи, и размер стека. То есть, вот после того, как мы поставили здесь 800, а здесь 400, то есть, мы не стали разбираться, что именно заканчивается, что надо увеличить, что нет. То есть, мы, проводя эксперимент, изменяем, перекомпилируем, собираем файл, заливаем его. Так, я сейчас даже питание подам, чтобы мы могли залить это сразу. Заливаем. Так, и смотрим, что у нас получилось. Ну вот, он даже появился. STM32, Mass Storage, STM Product, USB Device. Вот он есть. И если посмотреть, и появилось вот. Диск Е нуждается в форматировании. Ну, немножечко подробнее о том, почему же вдруг диск Е у нас нуждается в форматировании. Как вы помните, мы поручили Кубу создать физическое устройство USB. А вот процедур записи чтения с этого диска мы ведь так и не написали. Я даже, по-моему, не рассказал, где это делается. Поэтому вот у нас есть устройство, оно физически существует. Давайте вот откроем. Так, а что у нас? А вот мой компьютер. Вот мой компьютер. Мы можем видеть, что диск Е. И вот он ни размера, ничего нету. А что у нас? Пропертись. Можем мы? Да. Вот так. Вот так вот он странно выглядит. Отлично. Вот я вас поздравляю. Вот такая интересная ошибка. То есть, я не знаю, что мешало людям из STM прописать нормальный размер стека. То есть, неужели не тестируют они вот эту сборку на процессорах? Ну, вот факт остается фактом. Единственная причина, по которой я потратил два дня своего личного времени, то есть, изучая вот и пытаясь наладить работу этого устройства. Ну, что ж, давайте дальше продолжим писать код. Итак, мы с вами только что убедились, что физические устройства USB у нас работают. Теперь нужно сделать интерфейс между микросхемой памяти, где мы храним информацию, и, собственно, микроконтроллером нашим, который получает с компьютера блок для записи или указание на чтение определенного блока. Где это делается? Вот здесь есть у нас файлик USB-D-Storage-IF. В этом файле содержатся все функции, которые читают информацию с микросхемы памяти или пишут в нее. Давайте посмотрим, что есть. Здесь есть уже 3D-файна. Это номер диска. Это размер этого диска. Сколько блоков туда можно записать. Это будет зависеть от того, какая микросхема памяти у нас стоит. Это размер этого блока. Ну, он у нас, да, всегда вот указан 200 в 16-ти речной системе или 512 в 10-ти речной, что соответствует размеру пакета данных, которые мы указывали в кубе при настройке USB. Ну и, в общем-то, нормально. Здесь что есть? Здесь же в этом же файле есть такая стандартная табличка данных, которая сообщает USB-устройство. Ну, точнее, Storage сообщает компьютеру. А здесь именно название. Вы можете поменять там все, что хотите. Вася, Пупкин, Production написать. Это будет отображаться в компьютере в настройках диска. И вот предопределенные функции. Функция инициализации вашего хранилища, получение размеров, Redonely, Protection и так далее. Ну и здесь же чтение и запись в это устройство. То есть нам предстоит отмодифицировать эти функции. Но прежде чем я этим займусь, мне необходимо поднять интерфейс SPI для того, чтобы подключить библиотеку работы с микросхемой памяти. Я не буду этого показывать. На SPI есть отдельное видео на канале. Поэтому я просто пропущу и покажу вам уже более-менее готовый код. Вот я вернулся к кубу. Здесь был включен интерфейс SPI. SPI к локированию. Master Input, Slave Output. Master Output, Slave Input. Стандартные две ножки. Помимо этого, чип Select для того, чтобы подключить выбор этой микросхемы памяти. И защита памяти тоже отдельной ножкой мы будем подключать. Все. Теперь генерируем код и возвращаемся в Киев. Проект создан. Я подключил библиотеку на управление этой микросхемой памяти. Эту библиотеку я как-то в одном из своих видео показывал. Единственное, что ее нужно чуть-чуть подадаптировать. Она была написана для L1 серии. Сейчас просто-напросто я тут перепишу некоторые вещи. И все это будет работать. Давайте я модифицирую, а потом уже объясню, как и что происходило. Потребовалось внести небольшие изменения в библиотеку. Они, как правило, затрагивали чего? Тут из библиотеки у меня вызывалась HAL L1 процессора. Я сейчас сделал F4. Были переименованы некоторые ноги, которыми я управляю. В частности, чип-селект и защита памяти. Остальные все функции останутся без изменений. Можно ее адаптировать. Итак, мы же сегодня не SPI занимаемся. Поэтому пойдем к нашему разделу и будем смотреть, что здесь. Итак, первая функция. Инициализация нашей памяти. Здесь мы впишем вот эту функцию, библиотечную. Ага, ее не видно. Сейчас мы добавим сюда include, который позволит нам работать с этой библиотекой. Соответственно, у нас станет доступно... Ага, все, ошибки больше не возникает. И нет. Следующее. Получение размера свободного места. Так, здесь эта функция нормальная. Итак, мы определили эти константы. Соответственно, так. И среди. С этой функцией нам тоже можно ничего не делать. Да, у нас устройство всегда считается готовым. Ничего ждать не нужно нам. Это же относится и к защите от записи. У нас это мы не предусматриваем. У нас все нормально. Так, теперь. Storage Read. Эта функция говорит о том, что операционная система компьютера хочет прочитать данные из нашего контроллера. То есть сюда мы должны поместить строчки, которые прочитают из флеш-памяти и поместят информацию вот в этот буфер. В данном случае для AT45DB это будет вот такой код. Пойдемте дальше. Это запись. То есть с компьютера помещается в буфер. А мы должны этот буфер поместить в нашу микросхему памяти. Давайте это тоже сделаем. Вот. Это будет у нас вот такой код. Так. Это мы не меняем. Max Loon, он у нас всегда один и тот же. И все. И все закончилось. Мы все сделали. Давайте откомпилируем этот код. Зальем на процессор. И попробуем со всем этим взлететь. Так. Заливаем. Заливаем. Сейчас я подам питание и будем смотреть. Ну вот. После заливки программного обеспечения появился формат диск. Нажимаем. Сейчас должен быть вызваться формат. Да. 7,5 мегабайта файл. Ну пусть будет так. Давайте запускаем формат. Посмотрим, что из этого получится. Если нигде ошибок нету. И все работает у нас нормально. Формат complete. Давайте посмотрим, как теперь выглядит этот диск. Ага. Ну вот у нас вот этот диск. Съемный диск E. Давайте попробуем создать здесь папочку. Ну допустим новый фолдер. Давайте допустим еще текстовый документ создадим. Вот так. Запишем даже что-то сюда. Сохраним. Ну вот и прочитаем. Прочитали. Давайте теперь я нажму этому устройству reset. И мы посмотрим, что же произойдет. Мне самому, честно говоря, очень интересно. Так. Он отвалился и снова подключился. Зайдем. Угу. У нас есть наша информация. Ну что ж. Я вас поздравляю. Вот таким сложным путем. То есть обычно, но просто этот процесс занимает там минут 10. И потом мы пишем функции записи чтения из памяти. А здесь я тоже ожидал, что я вот сделаю быстренько видео. Выполню задачу. Подключу человеку USB. И вот это растянулось на два дня. То есть никто не ожидал. Я думаю, что и вы не думали, что вот здесь возможно какая-то проблема. Но вот она была. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Не забываем подписываться на канал. Ну и до новых встреч. Я думаю, еще будет чем вас всех удивить.